Утро от первого, мы на месте. Тренаж за рвотом, включили до тускового возраста. Изопринято, уезжаем. Сотрудники ювенальной полиции Абайского УВД в ходе профилактических мероприятий на территории района на улице Аскарова в районе супермаркета Юг-Сити задержали несовершеннолетнего подростка. После 23.00 он пребывал на улице без сопровождения взрослых. Как выяснили полицейские, он являлся жителем Тулебийского района. 1999 года рождения. Подросток объяснил, что его родители в данный момент находятся в Бенгере и попросил отдать на поруки родственнику, проживавшему в Шимкенте. Но полицейские в этом отказали. Если в течение трех часов родители подростка, предъявив документы, не заберут его домой, он будет доставлен в Центр временной адаптации несовершеннолетних. Согласно закону, мы имеем право передать ребенка только в руки родителей. Так и не дождавшись родителей юноши, полицейские доставили его в Центр адаптации. А час спустя уже другая группа инспекторов ювенальной полиции этого же отдела задержали еще двух подростков. Они находились в одном из кафе по улице Гагарина. Как рассказали молодые люди, они зашли в кафе ненадолго, но не уследили за временем. Полицейские обнаружили их в увеселительном заведении после 23.00 часов. В ходе отработки на верной территории в Мирамхане Шахристан на улице Гагарина мы обнаружили двух несовершеннолетних подростков. Мы вызвали сюда их родителей и составили на них протокол административного правонарушения, после чего отпустили домой. Теперь родители всех задержанных подростков будут привлечены к административной ответственности. Если выяснится, что несовершеннолетние в поле зрения полицейских попали впервые, им вынесут предупреждение. В случае повторного нарушения родителям подростков придется выплатить штраф в размере 5-месячных расчетных показателей, то есть свыше 10 тысяч тенге. К ответственности также будет привлечена и администрация кафе. А сотрудники местной полицейской службы Шимкента к борьбе с нарушителями правил дорожного движения решили привлечь школьников. В очередной рейд они выехали с учениками средней школы номер 45, на базе которой работает кружок юных инспекторов. В ходе рейда школьники обращались к водителям с просьбой не нарушать правила дорожного движения. Это проведено для поднятия имиджа сотрудников правоохранения органов, также для детей, чтобы они знали, что в целом представляет работа дорожной патрульной службы. И выехали на совместные рейдовые мероприятия, в которых дети будут обращаться к водителям о соблюдении правил дорожного движения и быть предельно сооруженным за рулем. По замыслу полицейских водителям трудно будет игнорировать просьбу детей. Возможно, кто-то из них в лишний раз скинет скорость. Не нарушать правила дорожного движения возле школ и других детских учреждений. Как пообещали те водители, кому обращались школьники, они постараются правил не нарушать. В такие рейды юные инспекторы со своими старшими коллегами планируют выходить как можно чаще. С целью снижения аварийности на дорогах области и выявлению незаконных перевозчиков, дорожные полицейские провели и оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Мобильными группами полка и батальонов дорожно-патрульной полиции, местной полицейской службы, совместно с представителями транспортного контроля и общественного транспорта, было проверено техническое состояние пассажирских автобусов, а также наличие у водителей соответствующих документов. В ходе мероприятия полицейские выявили целый ряд нарушений. Так, в период проведения оперативно-профилактического мероприятия «Автобус» мы составили 604 административных протокола в отношении водителей общественного транспорта и привлекли к административной ответственности 22 водителя, занимавшихся незаконными перевозками. Кроме того, в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога», который прошел с 16 по 18 февраля, мы выявили 7 незаконных перевозчиков и составили 125 административных протоколов в отношении водителей общественного транспорта. Всего же с начала года в отношении водителей автобусов и маршрутных такси за нарушение правил дорожного движения полицейские составили 963 административных протокола. Как отмечают южноказахстанские полицейские, подобные профилактические мероприятия способствуют снижению дорожно-транспортных происшествий. Субтитры создавал DimaTorzok